Всем привет, друзья! С вами Солото на канале BestGamePro. И вот мы тут все рассказываем про разные смартфоны. Две камеры сверху, две камеры сбоку, две камеры спереди. Супер там мощный процессор, 6 ядер, 8 ядер, 10 ядер. Для игр, для приложений, для многого всего. Это все шутки на самом деле. Дорогущие аппараты, которые быстро сажают батарейку, периодически греются, дорого стоят в ремонте. Ну и сами по себе достаточно недешевые варианты. А теперь давайте поговорим действительно о полезном девайсе, который нужен действительно для работы. Который действительно аппарат, который долго держит батарейку, который стоит недорого, в ремонте неприхотлив. И вообще просто обалденное устройство. Представляю вам Zenfone 4 Max. Итак, друзья, представлю вам сегодня целых два устройства. Zenfone 4 Max и Zenfone 4 Max. В чем, спросите, разница? Разница в том, что один ZC520KL, другой ZC554KL. По сути, это один и тот же Zenfone Max с небольшими отличиями. Данное устройство 5,2 дюйма. Это 5,5 дюйма. Здесь разрешение HD 720p. Здесь разрешение Full HD 1080p. Аккумулятор здесь 5000 мА. Здесь аккумулятор 4000 мА. Все. Больше они ничем особо не отличаются. Такие симпатичные коробочки. Если мы берем в золотом цвете, то коробочка под золото. Телефончик Zenfone в виде сердечка сложенный. Здесь тоже самое, только коробочка синего цвета, потому что телефон у нас черненький внутри. Сзади у этого аппарата описание, технические характеристики. Ну и модель, соответственно. Больше здесь тоже ничего нет. Ну, в компании всякая информация. Давайте же рассмотрим вот этот аппарат, потому что в целом они идентичны. Откроем. Ах ты, тяжело открывается. Что мы видим? Конверт внутри. V-Love Photo. То же самое, что на Zenfone Selfie Pro. Внутри конверта у нас скрепка для доставания лотка SIM-карт в виде смайлика. Ну, опять же, документация, гарантийный талон, серийные номера и руководство пользователя. Дальше мы видим непосредственно само устройство Zenfone 4 Max. Сейчас мы его отложим и поподробнее рассмотрим. Что у нас скрывается дальше? Ух ты. OTG-кабель. Вот в дорогущие модели не кладут никаких аксессуаров дополнительных. А здесь, пожалуйста, OTG-кабель. Зарядочка. Микро-USB-шная, но ладно. Zenfone Max простительно. И кубик с поддержкой Fast Charge на 5 Вольт 2 Ампера. Но аккумулятор у нас здоровущий. Так, Zenfone 4 Max. Давайте же снимем эту пленочку. Обалденный аппарат. 5000 мА аккумулятор, при этом он не толстый. Он не тяжеленный. Нет, он чувствуется, он увесистый такой. Но я бы не сказал, что он прям очень-очень тяжелый. Классный цвет. Такое золото, по идее. Но он как розовое золото. Смотря под каким углом смотреть. Аппарат не обделен двойной камерой. 13 Мп и 5 Мп сопутствующая камера. Диодная вспышечка. Дизайн. Цельный металлический корпус. Фирменная надпись Asus. Ну, понятно. Сертификация, EAC. Аппарат у нас Rostest. Экранчик 2.5D. Закругленный. Красивый. Прям такой вообще прям гладенький. Датчик приближения. Слуховой динамик. Камера 8 Мп передняя. И также есть вспышечка. Кнопки назад. Приложение. И сенсорная кнопка домой. Причем, что классно. Данным устройством. Кнопка сзади переехала на основной экран. И это не может не радовать. Кнопочка сенсорная. Как на айфоне. Снизу у нас двойной динамик. И зарядочка. Скорее всего здесь динамик. Здесь микрофон. Но зарядочка есть. Два болта. Для снятия задней крышки. Для замены аккумулятора. Ну и для ремонта аппарата. Ну и в целом. Просто если хочется посмотреть, что у него внутри. И кнопки увеличения и уменьшения громкости. И включения и отключения аппарата. Сверху джек. И второй микрофон. И лоток для сим-карта. Да, Asus действительно прям порадовал. Действительно годное устройство. Прям по красоте сделано. Телефончик единственное чуть-чуть разряжен. Но давайте пока мы разряжены. Мы рассмотрим младшую версию. В черном цвете. Да, кстати, посмотрите. Как же все-таки выглядит. В черном и в белом. В черном он прям вообще секси. Такой классный. Кнопочка. Обратите внимание. Матовая. Сенсорная кнопочка матовая. Экран у нас весь глянцевый. Кнопочка матовая. Обалденно. Отличия какие спереди. Что мы видим сразу? Вспышка у нас вот здесь в правом верхнем углу. Здесь вспышка слева. Камеры одинаковые. Восьми мегапиксельные. В одном и том же месте находятся. Ну и датчик приближения мы здесь не увидим. Во время зарядки, кстати, вы видите индикацию на самом устройстве. Как и что устройство заряжается. С обратной стороны все то же самое. Двойная камера. Вспышка. Кнопки. Снизу все то же самое. Зарядка. Микрофон. Динамик. И сверху джек. Больше они ничем не отличаются. Итак, друзья, вот наши два устройства включились. Давайте сразу посмотрим на качество экранчиков. В целом, здесь разрешение HD. Здесь разрешение Full HD. Я разницы не вижу. Даже здесь картинка мне кажется немножко четче. Но еще раз, друзья. Мы этот аппарат рассматриваем не из их красивого экрана. Не из-за того, что они дико мощные. Они не мощные. У меня в руках младшие модели данного устройства. На 2 гигабайта оперативной памяти. На 16 гигабайт встроенной памяти. Оба устройства работают под процессором Qualcomm Snapdragon 425 и со-процессор Adreno 308. То есть не сказать, что это прям сверхигровые устройства. Да, в них можно будет тоже и поиграть и все. Но основная задача у этого устройства все-таки долго жить. Он долгожитель. 5000 мА, 4100 мА. Это просто бомба. С учетом того, что все современные девайсы разряжаются буквально за полдня, это устройство вам хватит на пару дней точно без дополнительной зарядки. Причем активного-активного использования. Реально годный смартфон. Все приложения работают так же быстро. Менюшка стандартная, Asus'овская. Ничем, собственно говоря, друг от друга не отличается. Здесь чуть больше фишечек, чем здесь. Я не знаю, что еще желать. Устройство за 11 тысяч рублей. Устройство там 13-14 тысяч рублей. Asus в этом году реально превзошли сами себя. Они делают бюджетные устройства с двумя камерами. Ну, это какой-то мастхэп уже на туре. Давайте посмотрим по качеству. По качеству, опять же, вот этот черненький маленький уделывает своего старшего большого брата. Потому что здесь картинка, может, за счет того, что экран меньше, кажется, более насыщен. Селфи. Блин, на натуре экранчик здесь гораздо как будто насыщеннее, чем вот здесь. Друзья, делаем вывод, что в младшей версии экран лучше. Поддержка HDR фото. Вот мы сейчас с вами рассмотрели два вроде бы одинаковых и в то же время принципиально разных устройства Zenfone 4 Max. Что могу сказать? Да, аппарат действительно очень годный, очень классный. Очень большой аккумулятор. Работает достаточно быстро. Внешне выглядит очень классно. При этом он не жирный, он не толстый, он не сверхтяжелый. Он весит нормально. Какую версию из двух выбрать, решайте сами. Чуть больше аккумулятор, но, как мне лично показалось, похуже экранчик и похуже чуть камера. Или чуть поменьше экранчик, поменьше аккумулятор. Но в то же время изображение на данном устройстве гораздо получилось лучше. Ну, это опять же мое субъективное мнение. И, возможно, за счет просто размеров экрана мне так просто показалось. А может быть я плохо поковырялся в настроечках. Комплектация у устройств абсолютно одинаковая. Еще раз. Данное устройство, младшая версия, стоит примерно 11 тысяч рублей. Это устройство, младшая версия, стоит 13 тысяч рублей. Также они представлены еще в версии 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Поддержка двух сим-карт есть у обоих устройств. Либо вторая сим-карта, кстати, либо карта памяти. И не забывайте поставить жирный лайк этому видео, если обзор вам зашел. Напишите в комментариях, как вам данное устройство. Понравилось, не понравилось. Или оно у вас уже есть. У вас есть личный опыт использования данного устройства. И расскажите, какое же все-таки лучше. Побольше, либо поменьше. Не забывайте подписываться на мой канал. А с вами был Сол. Пока.